Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я впервые на этом сайте. Вы сможете мне помочь. У меня проблемы с принятым себя как личность. Корни подкаются с детства, когда я, старший ребенок в семье, не гулял со светлыми, а сидел с младшей сестрой. Не потому что меня доставляли, а потому что было чувство ответственности за младшую сестрой. Я слишком взрослая, чтобы играть в детские игры. Потом была школа. Без хороших воздоминаний. После буллинга, из-за безалаберности и финансового расположения. Сейчас жизнь идет как у всех. Дом, семья, работа. Но часто накрывают чувство, что я делаю все неправильно, не так, как нормальные люди. Постоянно прокручиваются диалоги и действия, когда допускаю ошибки, то для меня это самая настоящая трагедия. Я ранимый и внущаемый человек. Постоянно защищаю себя от любой критики, даже если она правдива. Отвративаю себя, когда неправа. Да, вам можно помочь. Вот. Это правда, вам действительно можно помочь. Вот. Только вот единственное что, что я пока не очень понимаю, как вы видите помощь. То есть, видите ли вы, допустим, помощь вам через вот такой ответ простой, в смысле, публичный ответ. Или видите ли вы, помощь вам через, например, индивидуальную работу, да, то есть регулярную психотерапию, например. Ну, забегая чуть вперед, я бы сказал, что общий ответ вам ничего не даст, общий ответ вам не поможет. Вот. Потому что общие ответы не решают проблем. Вот. Проблемы решаются все-таки через индивидуальную работу и через непосредственное взаимодействие со психологом. Вот. А это все-таки процесс такой, достаточно, скажем так, процесс достаточно, ну, длительный. То есть, это не быстрый процесс. Поэтому вот вам необходимо, да, для себя определиться, готовы ли этому стоит посвятить ну, хотя бы полгода. Вот. Это полгода, регулярный, раз в неделю, с их тропе. Вот. Если готовы, то хорошо. Я думаю, что помочь вам можно. Вот. Если не готовы, то, ну, скорее всего, помочь вам в этом случае будет нельзя. Потому что эффективность она идет по накопительной. Дальше. Значит, вы пишите. У меня есть проблемы с принятием себя как личности. Ну, давайте для начала определимся, что это следующее. Что такое принятие себя, по вашему мнению? И что такое личность, по вашему мнению? Что это? О чем вы говорите? Далее. Вы пишите. Корни пускаются с детства, когда я, старший ребенок в семье, не гулял со сверстниками, а сидел с младшей сестрой. И я чувствую ответственность за нее. Соответственно, откуда-то оно появилось, это чувство. Откуда-то оно пришло. Вы почему-то считали себя ответственным за чувством. Самостоятельно, вряд ли вы могли бы к этому прийти. Скажу вам честно. Вы говорите, что вас не доставляло. Я верю, что вам ничего не говорили. В это я верю. Но, есть один главный момент. Дело в том, что совсем необязательно пароль озвучивать, вербализовывать что-то, что хочет, например, родитель. Совсем необязательно это делать. Иногда, достаточно просто всем своим видом невербально дать понять, что контролирует что-то не одобряет. Если вы посмотрите на своих отношениях с родителями, то вы увидите, что они были не особо доверительными. Они были, скорее всего, не особо доверительными. Они были, скорее всего, ну, знаете, вот, так скажем, проблемами в какой-то степени. То есть, у них присутствовала холодность, у них присутствовала недоговоренность, у них присутствовало какое-то напряжение. А самое главное, что нужно отметить, это то, что вы не можете чувствовать себя, не могли чувствовать себя расслабленно. Вы чувствовали себя напряжение. А здесь... А... Сил... Сил... Стукает следующая. Значит, либо... Родители транслировали вам свое состояние. Ну, то есть, их напряжение. Вот. Они были напряжены там, ну, из-за чего-то, да? Вот. И они транслировали это вам. И вы, соответственно, становились такой же напряженный, как они. Ну, по принципу заражения. Или контоминация. Либо... Либо... Родители... Да. И обращались с этим... То есть, ну, обращались с напряжением, так как вы умеете. То есть, например, родители чувствовали напряжение повышенного ответственности. И вы чувствовали напряжение повышенного ответственности. Родители уходили в работу, в какую-то деятельность и так далее. И вы уходили в какую-то деятельность. Только... Только по-своему. Только с учетом тех возможностей, которые были у вас. Эти возможности, конечно же, заказали кафалит, например, в вашей системе в данном случае. Дальше. Следующий момент. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в следующий. Точнее, это второй, скажем так, второй вариант. Второй вариант представляет из себя ситуацию. Такое, так скажем, положение дел, положение вещей, когда родители как бы от вас чего-то ждут. То есть, родители ожидают от вас, что вы должны вести ответственность. Не должны быть ребенком. Вот. Часто ли это происходит? Да. Часто. Видео. Родитель запрещает детям быть слабыми, быть людьми. Проявлять чувства, капризничать и так далее. Само об этом может не говориться. Вербально это может не озвучиваться, потому что родитель сам может довольно легко стыдиться того, о чем я сейчас говорю. То есть чисто интеллектуально я понимаю, что не могу требовать от тебя, ребенка, вести себя как взрослый, но своими действиями создаю все условия для того, чтобы ты себя так чувствовал. Родители, в данном случае ваши, вполне могли это делать и скорее всего делали. Почему? Потому что не просто так у вас в голове не просто так, появляется мысль, что для этих игр я слишком взрослый. Я уже взрослый. То есть вы хотите быть взрослым, хотели быть взрослым. Но вы не стали взрослым. Более того, забегающий вперед, хочется сказать, что вы не просто не стали взрослым, но вы до сих пор не являетесь взрослым. Вы, скорее всего, стали сами для себя родителем, но никак не взрослым. Почему? Потому что вы руководствуете директивами. Я должна, я должна, я не должна, это можно, это нельзя и так далее. Понимаете, да? Это не про взрослого. Это про родителей. У кого-то вы этому научились. Интересно было бы узнать, конечно, у кого. Ну, я думаю, понятно, у кого. У кого-то из вас родных. Вот. Вы на данный момент этого не осознаете. К сожалению. Понимаете? Дальше. Вот вы пишете. Буллинг из-за безалаберности и финансового положения. Человеку в родительском, в родительской позиции по отношению, по отношению к себе всегда произойдут свойственные чувства стыда. Чувства стыда, требования от себя быть сильнее, чем я есть на самом деле и так далее. Все это про вам. И чтобы естественным образом противостоять, например, буллингу, необходимо прислушиваться не к интеллекту, а к своим чувствам. А вот к чувствам своим, вы не прислушивались. Потому что не было места, где их разместить. С родителями это не получалось. С друзьями, скорее всего, были проблемы. В смысле, проблемы их заводить и так далее. То, что происходит сейчас, то, что происходит сейчас. Я имею в виду то, как вы живете сейчас, сейчас. Скорее всего, так же, так же, является основой для вашей директивы. То есть, у меня должна быть семья, у меня должна быть работа и так далее. Вы описываете свою жизнь как дом, дом, работа, семья. То есть, получается, никаких хобби, никаких увлечений. Ну вот. Дальше. Тут нет, нет. Очевидно, что вы счастливы. Ну вот. Следующий момент. Тот. На который хотелось бы обратить внимание. Вот вы пишите, что я делаю что-нибудь неправильно. Родитель – это тот, кто оценивает. Родитель – это тот, кто на постоянной основе оценивает свои действия. У кого? Вот. Отсюда. Отсюда. Такая болезненная реакция на критику. Но отсюда такая потребность себя защищать от нее. Отсюда желание себя оправдывать и так далее. Это все отсюда. От того, что вы считаете, вы полагаете, что вы можете себя оценить. Ну правда заключается в том, что оценить себя не может никто. Правда заключается в этом. Но для вас это правда. Достаточно тяжело в контексте восприятия. В таком месте вы себе не доверяете. Чем больше человек себе не доверяет, тем больше он пытается отправиться на интеллект. От критику. От правды. От условно говоря. И так далее. К сожалению. Вот. Примерно. Примерно. Так это работает. Примерно так это происходит. Поэтому научить вас доверять себе. Научить вас прислушиваться к себе, к своим желаниям. И так далее. Научить вас хотя бы замельчать, ну скажем так, механизм защиты, которые у вас, скажем так, возникают. Это наши задачи. Это то, что мы можем на самом деле для вас сделать. Вот. Другой вопрос только заключается в том, хотите ли вы этим заниматься. как я уже сказал. Потому что у меня, например, есть, ну скажем так, у меня есть некоторые сомнения относительно этого. Вот. То есть, ну, сейчас тоже бывает такая история, что человек думает, что вот, сейчас я задам вопрос, как бы, и мне сразу помогут. Ну, так это не работает. Так это не работает, к сожалению. Так это не происходит. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сейчас сказать. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.